За последние несколько сотен тысяч лет у людей немного уменьшился мозг, черты лица смягчились, а поведение стало более дружелюбным по отношению к сородичам. По мнению исследователей, все это – результат постепенного превращения человека из дикого в домашнее животное. В пользу этой гипотезы говорят не только различия в анатомическом строении неандертальцев и гомосапиенс, но и так называемые гены одомашнивания, которых нет в ДНК древних людей. Интересно? Смотри видео до конца, и ты узнаешь больше о нашем прошлом и о загадочных находках археологов. Привет, друг, ты на канале Киртоп. Фруктовые деревья выращены из 2000-летних семян Если вы когда-нибудь сажали растения, вы наверняка знаете, что у семян есть определенный срок годности. Чем дольше они лежат в упаковке без дела, тем ниже опускается вероятность того, что из них хоть что-то вырастет. Однако израильские ученые уже не первый год умудряются выращивать различные деревья и семян, которые лежали в древних руинах и пещерах тысячи лет. Например, совсем недавно группе ученых во главе с биологом Сарой Салом удалось вырастить вымершие виды финиковых пальм из семян, возраст которых составляет более 2000 лет. Вам уже интересно, чем древние финики отличаются от современных? О новом достижении израильских ученых было рассказано в научном издании Science Advances. Несколько сотен старинных семян финиковых пальм были найдены в пещерах, расположенных между Иудейскими холмами и Мертвым морем. Считается, что когда-то давно финики считались важными продуктами питания во многих странах мира. Они активно использовались для лечения всевозможных заболеваний, а также для укрепления памяти. Да и вообще, плоды финиковых пальм сценились за сладкий вкус, сравнимый с медом. Из сотен найденных семян ученые отобрали 34 косточки, которые показались им самыми жизнеспособными. Одна из них была оставлена про запас, а все остальные тщательно вымочены в воде с удобрениями, которые, по мнению исследователей, должны были стимулировать их рост. В конечном итоге биологам удалось успешно вырастить 6 деревьев. Исследователи изначально заметили, что косточки древних фиников обладают большими размерами, чем косточки современных растений. Поэтому можно ожидать, что выращиваемые деревья в скором времени дадут такие же большие плоды. Ученые заметили, что некоторые из выращенных пальм относятся к женскому полу. И семена, из которых они выросли, явно были опылены мужскими видами из разных областей нашей планеты. Это значит, что тысячи лет назад люди уже умели скрещивать разные виды растений. Раскрыт секрет загадочного золотого артефакта. В декабре 2015 года на древнем кладбище в городе Иерусалиме совершенно случайно был обнаружен странный артефакт. Над его предназначением израильские ученые бились полгода, но так и не поняли, что же такое они нашли. В декабре 2015 года на пульт одного из израильских полицейских участков поступил звонок. Звонил сторож, работавший на древнем Иерусалимском кладбище. Сторож сообщил, что во время обхода территории нашел странный предмет, который посчитал бомбой. На место спустя некоторое время прибыли саперы. Приехав на место, полицейские увидели большой неизвестный предмет. На вид он оказался сделанным из золота. Когда полицейские убедились, что перед ними никакая не бомба, они позвонили ученым. На место прибыли представители Департамента древности Израиля. Они увезли с собой неизвестный предмет. Ученые предполагали, что отыскали какой-то уникальный древний артефакт. Уже в Департаменте древности было установлено, что неизвестный предмет весом 8,5 килограммов сделан из золота. Но кто и зачем подкинул артефакт на древнее кладбище? Этого ученым не удалось узнать. Они были заняты идентификацией предмета. Полгода самые лучшие умы Израиля в области истории и археологии корпели над неизвестным артефактом. Многие из ученых предположили, что кладбищескому сторожу удалось найти древнееврейскую религиозную реликвию. Золотой скипетр с семи прорезями и правда мог использоваться в религиозных целях. Но ученые были не совсем уверены в этой точке зрения. И тогда они обратились к пользователям интернета. Вернее, к пользователям социальной сети Facebook. Пользователи сети, увидев странный предмет, предполагали свои ответы. Одни считали артефакт религиозным сакральным предметом. Другие предположили, что это своеобразная ложка для меда. Иные думали, что таким предметом в древности раскатывали тесто, делали массаж и дальше использовали для осеменения крупного рогатого скота. Некоторые предположили, что золотое непонятное изделие – часть какого-то древнего механизма. Ряд пользователей высказали, что внутри сего странного предмета лежит послание от процивилизаций или даже представителей внеземных цивилизаций. Были и такие, кто писал о том, что внутри этого предмета находится еще один предмет, который на самом деле и является артефактом, спрятанным в золотом футляре. Ученые были убеждены, что столкнулись с древним артефактом. Пост, написанный пользователем Мика Барек, очень сильно их огорчил. Оказалось, что никакая это не древность. Предмет из золота оказался предметом оккультного характера. Он называется Изис Бимер. Изготавливается в Германии. Устройство используется для защиты от радиоактивного излучения. Также используется целителями и натуропатами в качестве энергетической защиты. Стоит такая штука до 1000 долларов. Видимо, кто-то пожелал обезопасить покойных, нашедших пристанище на древнем кладбище. Но кто же там нуждается в энергетической защите? Динозаврам измерили температуру. Исследовательская группа под руководством профессора Хагиты Афик из Института наук о земле при Еврейском университете в Иерусалиме решила загадку. Которая десятилетия ставила ученых в тупик, как динозавры регулировали температуру своего тела. Были они теплокровными или хладнокровными животными? Исследование основано на новом методе измерения исторических значений температуры под названием Clumped Isotope Geochemistry. Этот метод предполагает анализ химических связей между тяжелыми изотопами в минералах карбоната кальция, основного ингредиента яичной скорлупы. Он позволяет рассчитать температуру, при которой образовались минералы, и температуру тела самки, отложившей яйца. Ученые использовали этот метод для анализа каменелых яиц трех разных видов динозавров, находившихся на пути эволюции от рептилии к птице. И обнаружили, что температура их тела колебалась от 35 до 40 градусов. Оставалось выяснить, были динозавры теплокровными или хладнокровными животными? То есть, генерировали они свое собственное тепло или нагревались от солнца и окружающей среды? Глобальный климат в эпоху динозавров был значительно теплее, чем сегодня. По этой причине, анализ окаменелости динозавров, живших вблизи экватора, не показатель, потому что температура их тела могла быть просто реакцией на жаркий климат. Сначала ученые должны были определить температуру окружающей среды в том месте, где были найдены яйца динозавров в то время. Для этого они применили свой изотопный метод к раковинам моллюсков, обитавшим в регионе вместе с динозаврами. Поскольку моллюски являются хладнокровными существами, они отражают окружающий климат того времени. Анализ показал, что температура тела моллюсков составляет 26 градусов. Значит, динозавры, жившие в Альберте в то время, были теплокровными животными. В противном случае, они не смогли бы поддерживать температуру тела 35-40 градусов. Гигант из Сан-Диего В 1895 году, недалеко от Сан-Диего, было обнаружено мумифицированное тело индейца длиной 2 метра 54 сантиметра. Мумию отнесли к останкам самого высокого человека из когда-либо живших. По оценке ученых, при жизни найденный мужчина мог быть выше, чем 274 сантиметра. Уникальная мумия стала настоящей сенсацией. Сразу несколько музеев заинтересовалась покупкой экспоната. В частности, Смитсоновский музей, который направил на ярмарку в Атланте, где выставлялась 250-летняя древность, группа ученых для проверки мумии. Глава Американского бюро этнологии, профессор Джон Магги и сравнительный анатом из Смитсоновского университета, профессор Лукас, обследовали находку и были удовлетворены. Под губами обнаружили зубы, из грудной клетки выпирали ребра. Кожные покровы и волосы сохранились довольно хорошо. На одной ноге, правда, была обнажена кость, которая заинтересовала исследователей своей свежестью и жирностью, ощущавшейся при прикосновении. Она не была достаточно иссокшей и пористой для столь большой давности. Эта зацепка заставила ученых изучить мумию более тщательно. Оказалось, что расстояние от таза до костей ног гораздо больше, чем положено. Изучение волос показало, что они сделаны из жута и других растительных волокон. Структура кожи тоже оказалась волокнистой. В итоге выяснилось, что остов мумии собран из реальных человеческих костей, очищенных от плоти аммиаком и покрытых просмоленными бинтами для придания вида мумифицированной кожи. Предполагается, что создавшие подделку умельцы произвели не один десяток таких сенсационных находок с гипсовыми черепами и деревянными скелетами, которые разлетались по американским музеям и частным собраниям. Так что не каждой индейской принцессе и знатному аборигену можно верить. Гены домашнивания и добрые брови В 2017 году международная группа ученых сравнила геномы домашних и диких животных одного и того же вида. Среди них были собаки, волки, коровы, туры, кошки, а также неандертальцы, денисовцы и современные люди. Практически у всех прирученных зверей в ДНК исследователи обнаружили схожие изменения, не встречавшиеся в геномах их диких сородичей. В первую очередь речь шла об участках ДНК, связанных со способностью к обучению, дружелюбием и строением черепа. По мнению ученых, изменения в работе B.A.Z.1.B. могли сыграть ключевую роль в самоодомашнивании человека. С одной стороны, благодаря сниженной активности этого гена уменьшилась агрессивность гомосапиенс, а с другой изменилась форма и размеры черепа. Сглаживание надбровной дуги, особенно благотворно, сказалось на взаимодействии наших предков друг с другом. Трехмерное моделирование черепа Гейдельбергского человека, жившего от 700 до 345 тысяч лет назад, показало, что появление массивных бровей не продиктовано анатомическими требованиями. Защиту глаза от света и стекающего пота могли обеспечить и более скромные надбровные дуги. Скорее всего, единственное их предназначение – это сигнализировать об агрессивности и силе их носителя, как это характерно, например, для обладающих рогами оленей. Интересно, что у других одомашненных животных, например, собак, тоже произошли анатомические изменения, делающих брови более подвижными по сравнению с дикими сородичами. Американские и британские исследователи описали особую мышцу, которая позволяет псам поднимать внутреннюю бровь домиком и придает их взгляду детское выражение. У волков такой мышцы нет. Я думаю, большинство из вас точно были шокированы такой новостью. Если вам понравилось видео, то обязательно напишите об этом в комментариях и поделитесь своим мнением. Я отвечаю почти на каждый комментарий. Спасибо за ваши просмотры. Всем пока.